Все мы знаем, что живем на планете, которая называется Земля. Земля — это третья планета в Солнечной системе и единственная, которая пригодна для жизни. Это и так все понятно, поэтому давайте посмотрим несколько интересных фактов о Земле. Поехали! Землю можно рассматривать как живой организм, обладающий собственным дыханием. Она регулирует свою температуру, потребляет энергию и постоянно меняет свою кожу. Исследователи в области астробиологии обнаружили, что нынешнее стабильное состояние климата Земли является аномалией, и в следующие несколько миллиардов лет все должно измениться. Под поверхностью океанов находятся самые большие горные цепи, которые охватывают поверхность земного шара как швы на бейсбольном мече. Более 80% поверхности Земли имеют вулканическое происхождение. Среди американских индейцев распространено поверье, что поверхность Земли покоится на гигантской черепахе, и она дрожит каждый раз, когда черепаха делает шаг. По одной из популярных гипотез, Земля когда-то делила свою орбиту с другой планетой, которую ученые назвали Тея. Многие миллиарды лет назад эти планеты столкнулись, и в результате самой большой катастрофы в своей истории Земля приобрела дополнительную массу и получила свой собственный спутник. Другая теория утверждает, что когда-то, около 200 миллионов лет назад, в Палеозойскую и Мезозойскую эру, все континенты составляли единую массу Земли — суперконтинент Пангея. Северная часть огромного континента Лавразия состояла из Евразии и Северной Америки, а в южную часть — Гантвану — входили Австралия, Южная Америка, Африка, Антарктида и Индия. Позднее, при разделении континентов, Индия оторвалась от Гантваны и присоединилась к Африке. Плиты земной коры движутся со скоростью нескольких дюймов в год, что примерно равно длине отрастания человеческого ногтя за год. На этом основании можно утверждать, что через 250 миллионов лет на Земле появится новый суперконтинент. Начало промышленной революции ознаменовало собой начало эры заметного влияния на состояние окружающей среды. С тех пор человечество производит такое количество углекислого газа, которое серьезно нарушает баланс газов в атмосфере и ее химический состав. Количество углекислого газа в воде и в атмосфере, а также солнечной энергии, которую получает Земля, являются факторами, предопределяющими длительность жизни на Земле и существование самой планеты. Слишком большой парниковый эффект опасен для существующей жизни на Земле. Но если бы парникового эффекта не было совсем, то средняя температура на планете составила бы минус 18 градусов по Цельсию вместо плюс 15, которые мы имеем сейчас. Джунгли Амазонки являются домом для одной трети видов животных и растений на Земле, и это подтверждает теорию о том, что планета может сохранить жизнь на своей поверхности в пределах ограниченной территории. Есть серьезные доказательства того, что Вселенная образовалась после Большого взрыва около 13 миллиардов лет назад, и две трети ее истории прошло еще до формирования Солнечной системы. За это время родилось и погибло много звезд, и водород, гелий и литий постепенно начали замещаться другими элементами с более сложными атомами, такими как углерод, кислород, кремний, магний и азот. Земля своим возникновением и развитием обязана огромному количеству процессов, которые происходили и будут происходить в течение ее жизни. Земля, которую можно рассматривать как металлический шар, покрытый каменной оболочкой, мчится в космическом пространстве со скоростью 107 тысяч километров в час. Существование Луны очень важно для существования жизни на Земле, так как она стабилизирует ее наклон относительно Солнца. Без Луны на Земле происходили бы хаотические смены климата, и она не смогла бы стать обитаемой. Большая энергия ядра и магмы Земли помогают ей удерживать океаны и атмосферу. Эта энергия также помогла сформировать тектонические плиты, которые отделяют океаны от магмы. Затем тепло и давление вытеснили на поверхность океана в сушу, которая оказалась легче морского дна. Кроме солнечной энергии, Земля использует колоссальный запас тепла, который находится внутри нее. Каждый год на поверхность Земли выходят миллиарды и миллиарды калорий внутренней энергии. После того, как Земля начала охлаждаться, выросшей до своих нынешних размеров, литосфера, которая окутала планету как яичная скорлупа, начала лопаться и образовалась 7 больших и 12 маленьких плавучих островов с зазубренными краями. Эти острова и стали современными тектоническими плитами, которые постоянно движутся над вязкой мантией, трутся друг о друга, сталкиваются и пытаются взгромоздиться друг на друга. Тектонические плиты Земли делятся на материковые и океанические образования. Континентальная земная кора сформирована из относительно легкого гранита и достигает от 29 до 48 километров, в то время как более плотное базальтовое океаническое дно достигает толщины только 8-9,5 километров. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и посмотрите два предыдущих выпуска.